Срочно телеграфируйте! Красные в Самаре в городе стреляют! Но мирным жителям ничего не угрожает, ведь сегодня просто реконструкция событий 1918 года! Тогда, 98 лет назад, к власти в Самаре пришел Комитет учредительного собрания. При поддержке Чехословацкого корпуса пять членов Комуча возглавили правительство. Но у власти они продержались только пару месяцев. Красная армия 7 октября 1918 года вошла в Самару. Вошла дивизия под командованием Гая и отряд Захарова. Здесь только шли прикрывающие бои, чтобы Красная армия быстро не наступала. Гражданская война – это не только бои и сражения, но и повседневный быт мирных жителей. Поэтому зрители, кроме выстрелов, увидели жизнь обычной Самарской улицы того времени с гуляющими парами, газетчиками и лоточницами. У меня роль такой городской дамы. Скорее всего, это учительница, какой-то такой интеллигентный слой, потому что интеллигенция одевалась в белые блузки, узкие юбки и, в принципе, конечно, оставались еще меха, несмотря на разруху. Это история, это традиции, об этом надо помнить, это надо знать. И это очень интересная идея. Мне кажется, это нужно поддерживать. Фестиваль «Ожившие страницы истории» проходит в Самаре уже в седьмой раз. И его название стало уже определенным брендом, который каждый год собирает большую публику. Народ очень любит этот фестиваль, приходит в большом количестве. Волонтеры уже который год с большой радостью у нас соглашаются принять участие в фестивале, поскольку для них это большая радость, переодеться именно в эпоху почти столетней давности. Всего в реконструкции событий 2018 года приняли участие 150 участников из 8 российских городов. Андрей Горгуленко, Константин Главин. События. Константин Главин.